привет друзья как там поживается в ютьюбе все живы здоровы на сайт все могут попасть русском надзор никого еще не загрыз ладно будем жить тема сегодня для разговора сложная во всех смыслах я наверное несложные вообще не умеют так что других вы здесь не дождетесь и так голод название ролика вынес известную поговорку чаще всего все помнят ее первую часть голод не тетка чего за тетка такая без второй половины поговорки не очень понятно а полная версия звучит голод не тетка пирожка не поднесет ну понять вроде не сложно что для того чтобы не голодать просто сидеть на жопе ровно мало надо что-то делать но это как бы верхний пласт эта история он такой достаточно простой и очевидный хотя многие даже этого не понимаю я не буду здесь выпендриваться в том плане что я такой умный умнее всех я на самом деле так же как и большинство учусь на своих ошибках но надо сказать что я конечно слуш такая довольно везучая и часто не знаю то ли божий промысел то ли сам как-то интуиции нахожу то ли все вместе в общем меня жизненные ситуации так складываются что я те важные уроки которые мне нужно получить их все равно получают так вот например произошло со мной 18 лет когда непонятно за каким блин этим влюбился умотал за полярный круг за большую любовью и там ну тут еще это все наложилось на 90-е годы на самый такой суровый ледниковый период самые такие лютые времена я правда провел в армии там же за полярным кругом но это общем большая длинная история не суть ценное из нее одно то что где-то около года может чуть меньше я в полной мере познал что такое голод в детстве меня это никак не могло коснуться потому что семья рос крайне благополучный по советским меркам у нас все было машины не было потому что отец ее никогда не ходил остальное было все и а тут вдруг взрослая жизнь жена надо как-то хозяйство кормить вот малой ребенок на руках родители далеко правда ее родители были поближе и помогали по мере возможности у них у самих-то в то время не очень все здорово складывалось в общем вот целый год я провел крайне весело иногда мой дневной рацион составляла например кружка бульона из кубика помните такие были кубики кубики бульонные магии там еще какие-то такие которые растворил в кипяточки и вот у тебя как будто как будто бульон куриный вот и куска черного хлеба больше не было ни черта вообще выглядел я в тот момент вот как половина меня сейчас наверное может быть даже меньше и местами было очень тяжело потому что нужно было там думать о работе нужно было думать еще о чем-то в тот момент я перепробовал все способы подработки какие только были на тот момент доступны и уличным торговцам продуктами и ремонтом и чем только ну разве что до самых крайних форм не дошло вот но порой даже честно скажу и иногда и задумывался потому что ну тяжко было очень и не так тяжело переносить собственный голод как ужасно смотреть когда голодают твои близкие и дай бог конечно с одной стороны вот всем нынешним поколением которые уже выросли которые ничего этого чаще всего не знают ну там за редчайшим исключением где-нибудь вот представить себе что сейчас вот где-то кто-то в россии голодает ну мне достаточно трудно по крайней мере вот во всем своем окружении я ничего такого не вижу допускаю что наверное где-то есть такие регионы где можно на голод нарваться и сейчас но в массе такого сейчас уже нет отец мой который родился в сороковом году вырос во время войны несмотря ни на что и вопреки всему у того вообще с темой голода отношения очень жесткие например он не может спать если в доме нет хлеба хлеб любой все равно какой булка батон там сухари чего угодно но хлеб должен быть если хлеба нет он пойдет в ночной магазин будет если его не окажется рядом будет искать везде но пока он не купит хлеба не перенесет его домой не положит он спать не ляжет потому что он не может спать если в доме нет хлеба несмотря на то что человеку уже под 80 лет и вот что-то на днях я размышлял обо всем этом деле и задумался что многие вот посмеиваются над религиями а ведь обратите внимание в каждой абсолютно в каждой религии так или иначе существует тема постов пост это не голодание это по большому счету такое некоторое ущемление себя в пище или в удовольствиях а чаще всего и в том и в другом и там всегда это подается с очень такой очень высокой мотивации о том что это там очищение жертву богу вот чтобы сосредоточиться вот на молитве ну давайте будем искренне даже те люди которые верующие вот я например в принципе достаточно верующий человек серьезно от нас относящийся к этому вопросу даже я в общем то ну скажем честно не молюсь каждый день по несколько часов не медитирую в позе лотоса часами и поэтому освобождать мне сознание для того чтобы молиться ну прямо будет очень сильным таким преувеличением да конечно в пост гораздо легче соображается вообще в принципе это правда поэтому я им с регулярностью уже наверно больше десятка лет пользуюсь и всегда очень доволен мало того еще и от аллергии вылечился благодаря посту но это отдельная история важно другое то что в принципе мы ведь наполовину вполне себе такие животные на большую часть может быть даже некоторые кто-то может быть даже и совсем вот в общем законы животного мира на нас распространяются так же как на всех а в природе там ведь нет магазинов там нет магазина икра там нет магазина набитого доверху молоком и сыром да хотя бы даже макаронами и крупами нету там за еду надо биться и если ты поймал кого-то и сожрал или где-то добыл еды и смог убежать чтобы тебя не съели ты молодец и любой животный организм от этого испытывает офигенную совершенно радость он остался жив это такой выброс дофамина в башке просто вау мало того что я там поел я еще удрать смог чтобы меня не съели и вся вот эта наша животная природа она никуда не делась даже человек вроде бы там много уже там тысячелетия там кто-то по разным подсчетам там что там сто тысяч лет кто-то уже там чуть ли не пятьсот тысяч лет что человек откололся там от остальных там предков человеческого рода вот но так или иначе все это время это была борьба мы только сто лет даже меньше ста лет более менее живем как-то так вот когда голод становится нечастом явлением и почему во многих развитых странах такая вообще дикая проблема с ожирением причем обратите внимание вот например нигры страдают ожирением гораздо больше чем все остальные расы а именно потому что они гораздо ближе к природе они не так еще далеко ушли в своем генотипе генотипе и поэтому когда организм начинает жрать он начинает мгновенно набирать вес причем в огромных количествах то есть мы на самом деле даже физиологически не приспособлены для того чтобы постоянно быть сытыми а голоду приспособлены отлично потому что на самом деле некоторые недоедания организм не только отлично переносит но вот если он в режиме поста работает то фактически он даже здоровее становится чем обычно и это касается чего угодно на самом деле это касается не только физиологического голода ну интеллектуального душевного, духовного что бы ни происходило так или иначе это всегда вот та же самая охота и ее результаты поэтому сейчас в том мире в котором мы оказались я так думаю когда за нами никто с копьями не бегает саблезубые тигры за нами не охотятся из-за каждого угла хотя мир тоже достаточно тяжел в этом плане но я так думаю что замену вот этих вещей мы должны придумывать себе сами сто лет назад в дворянских семьях например которые жили то в общем то сытые и не голодали было крайне распространенным явлением детей время на какой-то срок отдавать пожить в монастырь поработать чтобы те знали что такое работа что такое кусок хлеба потому что ну в монастырях то в общем то не так прямо так скажем до ушей кормят сейчас правда черт его знает сейчас уже не скажу но монастыри монастырю рознь вот я например в прошлом году в Крыму набрел практически в глуши на крошечный монастырь где один монах и два послушника ребят я вам честно скажу я такой вот благодати и чистоты не видел давно причем эти люди увидели что мы в общем то там уже уставшие пожаре вот голодные явно дети уже немножко измученные мы немножко двинутые в этом плане любим с детьми поглуши таскаться и они нам предложили поесть самые простецкие макароны даже слегка там в общем то подгоревшие чутка вот с какими то там кабачками зажаренными чай без сахара на травках но это было такое удовольствие не описать вообще я запомню это совершенно точно на всю жизнь резонный вопрос нафига я все это сейчас рассказываю а если честно сам не знаю я просто чувствую что зажрались мы ребята очень часто и очень во многом мы стали потреблять гораздо больше чем надо и это касается не только еды это касается вещей это касается информации это касается практически всего чего угодно почему так сейчас большая проблема многие жалуются по поводу того что дети торчат в интернете без конца потому что там себя дофамином можно подкармливать практически в неограниченных количествах и постоянно смастерил что-нибудь лайков тебе налепили о я молодец я крутой блогер я еще что-нибудь я клевый потом вдруг раз лайки перестали стоять у человека депрессия кошмарная ситуация потому что ведь если задуматься этого ничего нет вообще это просто виртуальность ее не существует даже но человек страдает от нее вполне реально я так думаю что это же по-моему даже шварцеггер девиз такой выкладывал в начале там в конце 80-х начале 90-х будь голодным вот я так думаю что он прав быть голодным действительно полезно не помирать с голоду а вот так вот чтобы это все время чуть-чуть где-то не пережирать ни в чем ну вот как-то так вы уж простите со скоростью изложения сегодня совсем плохо потому что мне еще и соображать попутно приходится но надеюсь что мысли оказались остальным тоже полезны давайте перенесем обсуждение дальше в комментарии очень рад всем тем новым подписчикам которые тут внезапно поднавалили вот так у меня даже надежда появилась что вдруг я еще до конца мая тысячу подписчиков соберу ну не соберу и не соберу на самом деле не так уж это и важно в общем кто не подписался подписываемся кому есть что сказать пишем в комментарии все читаю все обсуждаем ну и смотрите плейлисты к тому же довольно много интересного есть чем поделиться с людьми обнимаю вас дорогие мои пока пойду работать спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр огромное Продолжение следует...